Всем привет! Я Аня и добро пожаловать на канал! И сегодня я решила снять для вас тег, который называется «Мамский YouTube». Его мне передала, вернее, я выпросила этот тег у Нарин. Это девушка, которая живет во Франции, воспитывает маленького сыночка. Данный тег состоит из семи вопросов. Я к ним не подготавливалась, очень нравится, знаете, так взять, прочитать и тут же сесть ответить. Я еще в школе любила всякие вот эти социологические опросы, когда там нужно «да», «нет», «развернутые ответы». Ну, мне кажется, это очень интересно и заодно узнаешь с какой-то другой стороны себя. Итак, давайте начнем. Первый вопрос – это «Как началась ваша история на YouTube?» Если касательно съемок видео уже вот на постоянной основе, это было в октябре прошлого года. Да, мой канал еще совсем-совсем начинающий. Скоро ему будет полгодика уже. Ну, так, это уж такой, немаленький сырок. А смотреть YouTube я начала, наверное, еще годом ранее, когда вот только находилась в положении, и было очень интересно узнавать про роды, про саму беременность, как она протекает. Но она у меня протекала достаточно непросто, поэтому мне очень хотелось какой-то дополнительной информации, почитать, посмотреть видео. И вот таким образом я попала на YouTube. Смотреть я начала с беременности такого достаточно известного блогера, как Ани Гэп и Сени Миру. У Сени Мира не было на тот момент про беременность, было только про роды. Мне очень понравились эти видео, и я их стала смотреть уже постоянно. Ну, собственно, меня и сподвигло на то, чтобы снимать эти видео, наверное, больше даже вот Сеня Мира, она просто замечательная мамочка, и мне очень близка та позиция о том, что начать снимать для семейного архива, потому что я уверена, что если бы я не начала снимать, у меня были бы вот такие небольшие нарезочки в телефоне, где-то что-то в компьютере. И это, ну, так вот достаточно хаосно хранилось, и, ну, это совсем не то. А когда у тебя уже обработаны видео с нарезками, убрано Б, М, Э, ну, это смотрится по-другому, наложенное на музыку. В общем, мне, я бы очень хотела, чтобы такие нарезки были в моем детстве. Ну, кстати, мой папа, да, снимал тоже на видеокамеру, у нас прям кассеты лежат, где Саня. Ну, все, вот так мы снимаем, да. Так, на чем я остановилась? А, на том, что у нас, да, дома лежат кассеты, их, кстати, обязательно надо оцифровать, потому что как-то раз мы уже смотрели их, и там портится качество, и даже как-то стирается. В общем, чтобы не потерять все эти детские воспоминания, обязательно надо оцифровать эти видео. Так, я очень долго остановилась до первого вопроса, давайте перейдем ко второму. Кого мне больше нравится смотреть, популярных блогеров или непопулярных? Ну, тут, конечно, очень сложный вопрос. Кого считать популярным? Ну, для меня популярны это от тысячи подписчиков. Это значит, что, ну, в принципе, люди, значит, тебя смотрят, им нравится, ну, и, скорее всего, ты на Ютьюбе уже какое-то время обосновался, снимаешь, стараешься. Из популярности, ну, я повторюсь, я смотрю Сеню Мира, которая меня сподвигла на создание канала, затем я смотрю Аню Глеб, мне очень нравится ее видео про каждую неделю, каждую неделю вроде, да, каждую неделю беременность, и я смотрю ее постоянно, практически не пропускаю ни одного видео. А, еще хочу сказать, знаете, я такой человек, мне очень тяжело вести в свою жизнь что-то новое. То есть, если я смотрю какого-то блогера, мне очень тяжело впустить в свой просмотр еще кого-то на постоянной основе. То есть, я могу посмотреть одно видео, ну, два максимум, а для того, чтобы нажать подписаться, для того, чтобы смотреть все время, вот, это непросто. И, кстати, таким блогером стала Наска Ананаска. На тот момент я уже смотрела, а, еще я смотрела Робину Будину, она ей тоже очень нравится. И вот Настю я просмотрела, Анастасию, несколько видео, прежде чем решила, да, я буду ее смотреть, нажать подписаться и вот уже смотреть, комментировать, в общем, следить за ее жизнью. Это вот из той категории, которой девушки вот очень популярны. Если взять вот где-то несколько тысяч подписчиков, то это я смотрю Нарин, собственно, ту, которая мне и передала тег. Также я смотрю Дарью Краус, с ней мы снимали совместное видео, но она, собственно, тоже мамочка-блогер. Но это, наверное, все девочки, которых постоянно я смотрю. Ну и, конечно, ссылочки на них всех я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Проходите, смотрите. Третий вопрос это, общаетесь ли вы с кем-нибудь из мам-блогеров? Ну, постоянно нет, не общаюсь, как-то вот пока еще не получилось. Так вот, можем видео какое-то снять, могу где-то что-то откомментировать. А так, чтобы переписываться там вконтакте, спрашивать, как дела, пока такого нету. Но очень бы хотелось. Следующий вопрос. Сколько времени у вас уходит на приготовление к съемке видео? Именно приготовление это, наверное, где-то вот, ну, в целом день. Тут сложно сказать, потому что если к съемке видео о фильмах я могу готовиться часа два, могу посмотреть, я не очень напоминаю героев, приходится иногда записывать какие-то интересные факты, еще что-то. Это косметику, если снимаю, то, ну, я пока не сняла только на видео о косметике, нужно ее сложить, разложить, написать название, потому что, когда ты смотришь на нее и пытаешься прочитать, это, ну, как-то не очень смотрится. Если про ребенка, сколько ему месяцев исполнилось, то тоже нужно написать рост, вес. Ну, в общем, по пунктам обязательно все нужно прописать, иначе это получается все-таки не так интересно, сумбурно. Сумбурно хорошо получается в теге. Вот это такой особый формат видео. Ну, и, конечно, уходит время на то, чтобы накраситься, привести себя в порядок, убрать с заднего фона все, что там находится, чтобы ничего не отвлекало внимание. Поэтому, ну, да, сложный вопрос. Все зависит от категории видео. Следующий вопрос. Хотели бы вы участвовать в коллаборации с другими блогерами, снимать совместные видео? Ну, конечно, хотела бы. Ну, конечно, в любой сфере, в которой ты занимаешься, хочется развиваться, хочется узнавать у других, как они это делают. Потому что, ну, по сути, я ни разу еще не встречалась с блогером, с мамой-блогером, неважно, в принципе, с категории блогера. И мне очень хочется спросить, как у них это проходит. Потому что все познается на собственном опыте. Сам ставишь камеру, сам пытаешься сфокусироваться. Ну, ну, это интересно. Конечно, да, очень бы хотелось. И мы уже снимали видео с двумя девочками совместные. Мне очень понравилось. Это прям классно. Шестое. Это передай данный тег другой маме-блогеру. Ну, я хочу передать этот тег Дарьи Кранус. Не знаю, будет она снимать его или нет. Но мне было бы интересно послушать ее ответы на те же самые вопросы. И седьмое. Это оставь ссылку на канал. Ну, собственно, все-все ссылки будут внизу. Проходите, смотрите. В общем, блин, такой крутой тег. Я, правда, не поняла, кто его создал изначально. Ну, вот прям класс. Класс, 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 класс. Передайте мне теги. Мне очень нравится их снимать. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Всех целую. Всем пока.